как хорошо что есть youtube я могу ориентироваться в своих неделях потому что я немного забываю да всем большой привет это дневник беременности и сегодня я вам расскажу про 33 34 неделю недаром я однажды упомянула что примерно 28 или 29 неделя это один из самых лучших периодов за всю мою беременность потому что это действительно так и в тот момент у меня уже был достаточно большой живот но при этом дискомфорт у меня никакого не приносил на сегодняшний же день появился ряд дискомфортных ощущений которые меня не беспокоит они меня радуют но при этом они доставляют неудобства итак рассказываю по порядку о своих неприятных ощущениях которые меня преследуют буквально две недели назад я начала испытывать прострелы в промежности и в районе мечевого пузыря а все это испытываю в тот момент когда когда малышка в животе шевелится так как у меня немного начал опускаться живот соответственно она теперь лежит ниже и я ощущаю толчки ногами не в самые ребра но при этом когда она шевелится и ручками ножками головкой получается что я испытываю очень неприятные ощущения мне кажется что мне просто берут и скручивают все что у меня есть внизу всю мочь спускательную систему кишечник я не знаю что там почки все вот это просто берут и скручивают но я так понимаю что это будет длиться уже до самых родов потому что это логично что теперь малышка совсем низко она уже на низком старте она уже готова скоро появится на свет и я надеюсь что она это сделает без задержек не придется ходить 42 недели до 40 не особо хочется ходить хочется немного пораньше встретиться мы тут ездили в деревню к моей бабушке на природу и это была сумасшедшая поездка потому что это очень тяжелая была поездка даже так дело в том что от москвы до деревни добираться примерно 600 километров ну пусть путь 550 но дело в том что в городе чебоксары который находится в ста километрах от моей деревне готовят самую вкусную пиццу в этом мире вот вы не поверите но это самая вкусная пицца который я когда-либо ела в своей жизни и так получилось что как раз таки в пути мы оказались мой день рождения и ну и как подарок для себя я выбрала посетить эту пиццерию и съесть там пиццу получается что да вместо того чтобы проехать 550 километров до деревни мы поехали дальше мы поехали еще 100 километров приехали поели и поехали 100 километров обратно то есть в общей сложности мы проехали 750 800 километров сколько там получается мы пробыли в деревне день два и поехали то есть мы Мы были в деревне всего лишь один день. Второй день мы один раз переночевали, и всё. И в ночь мы опять поехали в Москву. Это крайне тяжёлое испытание, что ли, для меня на этом сроке. Но самое тяжёлое это не то, что у меня что-то затекает, где-то болит. Понятное дело, мы постоянно выходили, постоянно останавливались, разминались, постоянно кушали. Самое сложное это было успокоить себя. Не нервничать по поводу того, что, а если вдруг у меня начнутся роды? Если вдруг случится такое, потому что дорога там очень плохая. Каждый раз трясло, на каждой кочке мы подпрыгивали. Я понимала прекрасно, что у меня там сейчас просто что-то фееричное в животе происходит. Из-за того, что постоянно трясёт, 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 ещё и кровоток нарушается в связи с тем, что постоянно сидишь. Несмотря на то, что мы разминались каждые полчаса. Я уже просто себе представляла, блин, а что же делать, если я вдруг начну рожать? Куда ехать? Как быть? Я взяла с собой сумку для роддома, я взяла с собой документы, я взяла с собой всё. Я взяла с собой целую аптечку для того, чтобы в случае чего... И мы поехали, я не знаю, там, в Нижний Новгород, Чебоксары, в какой-то город близлежащий, чтобы, в общем, родить. Но, вы знаете, слава богу, не произошло этого, и я сейчас уже в Москве, всё хорошо, и мы не родились на дороге. Когда мы приехали сюда, мы совсем немного поспали, и потом поехали заниматься шопингом, и мне два раза стало плохо после еды. То есть я поела, у меня начиналось головокружение, меня бросало в жар, у меня выступал пот, у меня, знаете, вот такое состояние, прям вот ватное никакое совершенно. Я не могла прийти в себя, первый раз вот сразу после еды, второй раз тоже сразу после еды. И была отвратительная погода, и, вероятно, это было давление, и я не выспалась, встала. Это были тяжёлые три дня. Вообще, если в целом и в общем, самочувствие нормальное. Оно нормальное, и у меня стало несколько меньше сил для того, чтобы постоянно делать те дела, которые я делала ранее, например, по дому. Я вообще постоянно раньше лазила, убиралась там, всё у меня всегда, у меня, я всё успевала, и всё с охотой делала, и всё сейчас. Но, знаете, даже иногда нет настроения помыть посуду. У меня иногда нет вот такого вот уже энтузиазма, потому что я устаю, я реально устаю. И нет бы вместо этого у меня взять, наплевать на всё, отдохнуть, поспать. Я не могу, я не могу, я буду лежать, не спать, нервничать по поводу того, что у меня там где-то что-то не убрано. Но при этом сил это сделать у меня немножечко не хватает. И ловкости у меня, конечно, тоже убавилось несколько. И вот уже с этого срока я, в принципе, в режиме ожидания, в полном, потому что я жду. Я уже понимаю, что это один из последних выпусков «Дневник беременности». Уже совсем скоро всё, так сказать, придёт к логическому завершению. И мы ждём, 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 ждём. Уже все разговоры у нас о том, что вот-вот, уже всё появится. И ещё больная проблема, так как я всё же сижу на преге, я уже говорила об этом. Привет, моя маленькая! Я уже говорила о том, что я сижу на преге, и там я очень часто натыкаюсь, что на этом сроке и далее по возрастающей очень-очень-очень много кто сталкивается с отёками, тем более жара, и провоцирует появление отёков. И больше всего мне не нравится то, что врачи говорят не пить воду. Чуть-чуть. Я полностью, полностью всю вот эту вот теорию отрицаю. Я считаю, что вода воду гоняет. Невозможно избавиться от отёков, если вы перестанете употреблять жидкость. И прошу не путать, что если вы считаете, что если вы выпиваете 5 кружек, хоть зелёного, хоть чёрного, хоть белого, хоть красного чая, если вы пьёте сок, даже свежевыжатый, если вы едите суп, и вы считаете, что это вода, вы не правы. Я хочу сказать, что это не вода. Организм никогда не начнёт воспринимать жидкую пищу или любой другой напиток, который сделан на основе воды. Он никогда не воспримет это как воду, потому что вода – это вода, а какой-то жаждаутоляющий напиток – это напиток. Поэтому воды нужно пить много, очень много. Хорошей, качественной воды, которая не будет провоцировать у вас появление камней в почках или в желчном пузыре, или там ещё где-то, потому что она какая-то там известковая или из-под крана, неочищенная, плохая. Это очень важно, потому что, знаете, я не знаю, почему и с чем это связано. В современной науке уже давно известно, что ограничение количества выпиваемой воды в сутки, оно уменьшает, оно упрощает работу организма. Нет. Если воды не будет хватать, организму будет ещё более тяжело вводить из-за себя лишнюю влагу, которая в нём задерживается. Не знаю, почему некоторые врачи действительно не в курсе, некоторые врачи действительно не знают этого до сих пор. Вы знаете, они отучились в институте 20 лет назад, и всё. Больше они не повышают свою квалификацию. Поэтому я всё-таки считаю всегда, что доверяй, но проверяй. Относительно врачей. Врачи умные люди, но иногда они могут здорово подвести и просто создать ряд некоторых проблем. Окей. Камера выключилась, я бла-болила, бла-болила, и всё. Есть такое понятие, как тренировочные схватки Брэкстана-Хиггса, есть ложные схватки, а есть схватки настоящие. И я, если честно, различать первое и второе не могу. И вообще, мне кажется, у всех это совершенно разное ощущение, и у всех это проявляется по-разному. Ну да, у меня каждый день регулярно приходит в тонус матка, секунд на 20-30. У меня периодически ноет низ живота. Ну не сильно, вот как при менструации. У меня стреляет в промежность. У меня могут болеть косточки спереди, сзади, сбоку, с другого боку. Ну каждый день какие-то совершенно странные, непонятные ощущения. И я даже не пытаюсь понять, с чем они связаны, потому что я понимаю, что организм полным ходом, на всех парах просто готовится к родам. И я не думаю, что это повод бежать к врачу, повод звонить врачу, жаловаться, вызывать скорую или что-то. Если отойдут воды, если пойдет кровь, если, я не знаю, у меня будут регулярные схватки, он болезненный, и все, конечно. В таком случае буду вызывать скорую. Но просто по любой мелочи, не знаю. Всем мамочкам желаю здоровья, детишкам здоровья и всем беременным легкой беременности. Тем, кто планирует забеременеть, желаю, чтобы вы скорее увидели две полоски. И, конечно, тем, кто ожидает родов, легких родов. И спасибо большое за просмотр. Мы увидимся с вами очень скоро. Пока-пока.